Борьбу с неугодными губернатору Овсянникову СМИ в Севастополе закрепили на правительственном уровне. Чиновникам поручили ввести постоянный мониторинг информационного поля города. Невыгодные исполнительной власти статьи попадают в специальный реестр и признаются недостоверными. Речь идет о подписанном Дмитрием Овсянниковым 12 февраля распоряжении номер 54, которое найти на официальном сайте правительства нельзя. Однако оно имеется в редакции телеканала НТС. Если не вдаваться в подробности, гласит распоряжение о следующем. Как только на каком-либо ресурсе СМИ появляется информация, которую чиновники посчитают ложной или несоответствующей действительности, руководители департаментов и управлений в течение суток должны подготовить опровержение, в котором журналистам расскажут, как все было на самом деле. Материалы, которые не понравились чиновникам, заносятся в раздел «Недостоверные публикации» на сайте правительства Севастополя. В черном списке материалы независимого телевидения Севастополя и интернет-портала «Форпост». Отметим, что недовольство правительства вызывают не выводы самих журналистов, а реплики и заявления спикеров, в том числе аудиторов контрольно-счетной палаты Севастополя, депутатов и сенатора. Напомним, согласно закону Российской Федерации о СМИ, признать информацию недостоверной можно лишь в судебном порядке.